Друзья, всем привет! Меня зовут Алмюр. Это видео будет про артефакты. Про артефакты, классовые печати, как их называют. Вот так они выглядят. Зелененькие. Сошел на твинка. Специально для того, чтобы показать, где их взять. Возможно, вы не знаете. Это видео для тех, кто знает. Конечно, большинство игроков знает всю эту фичку. Где достать артефакты разных классов. То есть, если у вас... Вам нужны артефакты даром, да, которые достаются бесплатно. Вы можете что сделать? Взять, прокачать персонажа до 60 уровня. Сделать квестик, открыть этот артефакт. И потом другим любым твинком, любым другим персонажем. Которым вы начинаете играть или уже играете. Вы можете взять этот классовый артефакт себе. Соответственно, качать его и ставить бегать с ним. Но единственная проблема является в том, что данный артефакт нельзя использовать для прокачки других артефактов. То есть, допустим, вы его прокачали аж до бирюзы. Он у вас топовый. Потом он вам не нужен. Вы не сможете его, как опыт, очки совершенствования влить в другой артефакт. На нем так и написано. Этот артефакт не может использоваться для обработки других предметов. То есть, это, скажем так, вечно. Его потом или вы не кинуть, или у себя просто в кармане для коллекции носить. Итак, в принципе, не будем рассматривать, какие полезные. Самый полезный, могу сказать, что для дамагеров это печать повелителя. Зачастую, даже если вы играете берсом, не важно, охотником или кем-то, вам печать повелителя нужно открывать. Для этого берете персонажа, создаете волшебника повелителя, качаете его до 60 уровня или до 70. И берете и идете квестик. Я буду показывать на своем твинке 70 уровня. Он, в принципе, не особо одетый. 2000 уп. Я скинул на него пухи зла, которые мне уже не нужны, так как на основе у меня новые пушки идут. Вот пухи зла перейдутся по аккаунту. Если их там не качать правильно, как говорится, не вливать в них привязанные к предмету предметы, и все будет нормально. Так, вот, называется склеп девятки. Берем в протекторате квест. Да, берем квест. Вот он показывает, что награду получите печать бесстрашного воина. И, соответственно, идем в сам инстант. Если вам лорд протектор не дает сразу же этот квест, вам нужно его взять вот здесь на рынке. То есть противоположная часть. Мы сейчас находимся здесь вверху. Вот здесь есть караванчик. Мне с ним, кстати, надо поговорить. Я уже точно не помню, как начинается этот квест. Ну, то есть берется он или здесь, или поговорить с тем караванчиком. Давайте я сбегаю, покажу, где он находится. Это займет немного времени. Я, правда, не знаю, что у меня здесь, кстати, за лошадка стоит. Можно посмотреть, какие у меня статы она дает. Скакунный. Думаю, крит. Крит пусть будет крит. Хотя, наверное, могучку лучше поставить. Смысл критовать, если нет урона, правильно? Наверное, поставим здесь могучку. Так, пробки, пробки. Вот здесь у нас должен быть караван с беженцами. Или куда-то они отправляются. Да, вот этот чувак. Мы с ним... Подлагивает. Мы с ним разговариваем. Мне сказали в городе герой, алина ледяновыми. Нет, нет, не он. Ну, один из вот этих персонажей, или вот этот, или вот этот, он, в принципе, и дает вам поговорить с лордом протектором на склеп девятки. Вот этот караван. Возможно, я уже раньше взял этот квест. Ну, или изменили опять линейку квестовую, не знаю. Посмотрим. Далее. Далее. Нам нужно протонуться в сам этот квест. Ошибка волшебная. Мост спящего дракона. Вот склеп девятки. То есть мы возвращаемся на мост. Скажем так, локация, да, которая есть в замке Невер. То есть мы на этом мосту начинаем. И, соответственно, где мы сам игру начинали, обучалка у нас была, мы заканчивали на этом месте. Вот этот мост. Красивая локация здесь прорисована. Все, вот здесь Уилферд умер. Памятник ему. То есть здесь даже вот какая-то напоминалочка, видите. Меморал Уилфреда. Берем квест. И режим выполняем. Не знаю, правда, пройду ли я легко или нет. Это твинг. К сожалению, никому в гильдии я спросил. Не нужно было тоже на твинг открывать никакой артефакт. Поэтому будем мучиться этим крабиком. Я его качал очень давно. Но есть видео полностью, как я прокачивал этот персонаж на Х2. Есть несколько видео. То есть, если вам интересно, возможно, ссылку не забуду, подвижу под видео. Ну или посмотрите просто на канале, зайдите в видео и пролистайте вниз. Там, я думаю, вы сразу увидите цикл этого видео. Как качаться до 70-го. За выходные. Вот и в принципе. Да, здесь, я не знаю, здесь убивать нужно не всех. Будем, будем крабить долго. Да, здесь ветка другая идет. Ну, ракету можно запустить. Даже интересно поиграть в другой ветке. Покрабить. Надо было вначале, наверное, кинжалы заедать, а потом уже не будет удары. Так. Ну давай, умираю уже. Здесь мы получаем информацию. То есть. Так. Да ну нафиг. Какой-то паучок. Оу. Как мне нравился раньше этот скилл. Напрыгивание. Раньше он был безоткатный. Сейчас его сделали. Три удара. А раньше он был безоткатный. И берцы просто, берцы доставали всех в пвп вот этим скиллом. От них убежать было просто невозможно. Постоянное вот это напрыгивание. Так. Попробуем обижать их. Чтобы не бить, не тратить время. А тут нам поставили камень, да. Говорит, врешь, не пройдешь. Так. Нам эти засады ни к чему. Ты смотри, не согрелись даже. Ну они 70-е. Я думал, это будет 60-е. По идее, квест идет для уровня 60. Так. Я должен меточку вешать. Да, вешаю меточку. Все прекрасно. Они меня в кружок взяли такой бандой. В принципе, здесь мобы идут слабые. Внизу, вверху. В самом склепе мобы будут посложнее. И если вам уже здесь сложно, вот скажем, на этом месте, то советую, как говорится, вниз не идти. Я вот, кстати, сам думаю, может мне тоже вниз не идти, а кого-то попросить протащить. Но сейчас посмотрим. Если мне не получится, что было быстрее, я нажму паузу или просто-напросто попрошу кого-то протянуть меня. Так, надо меточку повесить. А еще не откатился удар. Отлично. Давай, я умираю. Паучиха. Так. Берем второй фрагмент кода. Ага, это мы код брали. Так. Так. Не знаю, работает ли здесь фишка с перезаходом, если идти пробегом. До костра, до костра, до костра. Но мы проверять не будем. Пройдем медленно. В принципе, вся суть видео, да, если вам не хочется смотреть до конца, здесь никаких секретов нету. Здесь просто-напросто прохождение самого склепа, получается, у меня будет. И, соответственно, убиваем босса и артефакт. Задаем квест на артефакт. Артефакт у меня уже открыт, конечно же, потому что у меня основа берс. Я прошел этот склепом еще очень давно. Насчет как открывается сейчас. Он раньше, насколько я знаю, квест можно было открыть. То есть он давался, если у вас есть два и более персонажей 60 уровня. На данный момент, если у вас только один 60 персонаж, я думаю, что... Хотя вы же должны классовый сверст и факт получить, правильно? Ну, раньше, я помню, были какие-то условия, но это было давно. Может быть, я просто не так разбирался в игре, как сейчас. Но, скажем, какие-то условия тогда были. Сейчас, возможно, их уже нет. Мы упростили все. Но мне, если не изменять память, ребят, если кто помнит, как было на самом деле, реально нужно ли было иметь несколько персонажей, чтобы открыть этот классовый артефакт, да, печать, то напишите об этом в комментариях. Ну, что-то, мне кажется, такое когда-то было. Вот, хорошо, в кучку собрались. Так, эти мешки мне не нравятся, когда они кидают. Такие противные мобы. Ну, в принципе, хочется сказать, что довольно-таки легко. Я вот, не знаю, тоже думаю, может, надо было их бить. Надо было первую пачку мобов отвезти. И вот эти вторые бы, если бы появились, они бы здесь на месте остались. Не сахались на меня. Третьей волны, надеюсь, нету? Нету. Мы побежали дальше. Довольно-таки комфортно берсом играть, даже вот в этой ветке мастера железного ангарда, да, не мастера оружия. Там вот секретик с сундучком есть, но мне он не нужен. Ай-яй-яй. Надо было навестись. Ежедневочка ускорится. Вот так. Бумс. А тут банда ждет за углом. Так, иду без соединялок, чтобы потом никто не говорил, что соединялки поставил. Нет, просто обычным своим берсиком, нубиком. То есть взять 70 уровень, надеть хоть какой-то там шмот, уже можно, в принципе, пройти его. Я знаю, даже некоторые проходили танками или клириками по полтора часа. Ребят, попросите, если у вас там в бильдии есть, там, ребята там топовые, да, попросите протянуть вас. Не идите сами, не тратьте кучу времени. Вас протянут, вы пройдете буквально там за две минуты этот склеп. Редко, редко очень, когда кто-то отказывается, потому что это, ну, реально, нубские инсы, вы просто даже пробегом раньше кольца ставили на индис. Я вот всегда, когда кого-то говорили мне протащи, я говорю, стой на месте и просто-напросто пробегал до конца на кольцах, вернее, беги за мной, сразу же просто пробегал, они на меня агрились, дальше они отагривались, ну и просто сразу до конца бежали, и в конце уже убивали босса и забирал свою награду. Здесь, кстати, должен он лежать в ящике артефакт. Не знаю, будет он для меня лежать или нет. Вот и сам босс. Такой бихолдер здоровенький. Наверное, толстый. Санталакс. Злобная улыбка. Здесь даже схроны по бокам лежат разные, насколько я помню. Да. Сейчас их порезали, они не такие актуальны, как раньше были. Ловушка. Умри, паскуда. Так, ну сейчас осталось запинать последнего босса. И считай, что все пройдено. он абсолютно не сложный. Только нужно из вайт-зон выходить и все будет прелестно. Здесь от меня бихолдеры то, что они постоянно рисуют зоны, особенно в крепости, когда их бьешь, соул. Постоянно зоны рисуют, нужно постоянно перемещаться. Так, что боевая ярость помогает, постоянно откатывает решимость и бег, решимость, бег и нормально все проходится. Все, запинали мы босса. Берем здесь артефакт. Невозможно поднять взаимодействие сейчас. А сейчас ну вот, взять. Все отлично, квест засчитан. Наверное, его менять нужно в протекторате, да, портуемся сразу в протекторате. можно выйти здесь. Ну, я не знаю просто где появлюсь. В таких воротах, но в принципе не важно. Можно через столбик портануться. Да, надо было портоваться, я бы не на этих воротах на дальних вышел, бы вышел на ближних. Вот такой вот квестик. Далее, далее, что вы можете сделать? Если у вас ограничены ячейки персонажей, то, конечно же, вы можете удалить, там прокачаться до 60-го довольно-таки быстро. Если это особенно X2 опыт и ивент такой, как Asada Neverwinter, или там просто в крепости даже на мишках вас могут подтаскать, друзья, вы можете прокачаться буквально до 60-го за полдня, ну, за день, не напрягаясь. Ну, за полдня, я думаю, там за 3-4 часа можно прокачаться, если вам помогают. И дальше, особенно если с камнями но опыт и с видками но опыт. Завершить. Правда, оно уже есть? Или нет? есть печать. Ну, и, соответственно, да, вот при обработке, как я говорил, он не используется. Так же, как в Маяк Семрила. Не используется. Вот. Вы можете создать персонажа, прокачать до 60-го, пройти склеп девятки, удалить, создать другого, то есть, выбрать сразу печати изначально в коллекции, какие вам надо по классам посмотреть, и, соответственно, взять, прокачать эти артефакты, и уже при создании персонажа, даже когда вы создаете на лоу-левеле, вы уже подбегаете, и у вас уже сразу же есть артефакт. То есть, вы там на лоу-левеле создали, подошли, здесь до этого распредителя подарков, и взяли себе артефакт, сразу же уже с одним артефактом бегаете. Пару камушков перекинули, там пятых, залили, то есть, он уже не перекрафченный зеленый, или даже крафтануть зеленый, вам уже легче будет качаться. То есть, какие-то 210-могучки вы уже получите. Можете перекинуть сюда те же самые, там, несколько знаков, апнуть его, и уже будет у вас, соответственно, чуть больше статов. То есть, это облегчит вам, облегчит вам, скажем так, качать твинка, проще будет. Какие-то стартовые статы у вас уже будут, если у вас нет, конечно, там, наборов каких-то, которые тоже дают вам сразу какой-то бонус при старте игры, шмот или оружие. Вот, если видео было вам полезно, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, кто не подписался, добавляйтесь в группу ВКонтакте, ссылка в описании под видео. И увидимся в других видео. Всем пока.